С целью обеспечения эпидемического благополучия населения Республики Советом министров ДНР еще в ноябре 2017 года был утвержден календарь обязательных профилактических прививок. В первые дни после рождения, согласно этому календарю, ребенка должны вакцинировать против туберкулеза. По независимым от харцизских медиков причинам, как раз это – еще одна вакцина против серьезного детского инфекционного заболевания несколько месяцев отсутствовали в городской больнице. Я думаю, ни для кого не секрет, что в городе в июле-августе была вспышка кори, поэтому вакцинация от кори проводилась и под эпидемиологическим показаниям, и в плановом порядке. Но по другим направлениям у нас были определенные трудности, причем хочу заметить, не только у нас, а во всех городах республики, поскольку, несмотря на то, что администрация больницы проводила постоянный мониторинг и осуществлялась своевременная подача заявок на иммунобиологические препараты, в общем-то, на донецких складах вакцины не было. На прошлой неделе городская больница получила партию вакцины против туберкулеза и полиомиелита. Так что теперь прививочный кабинет детской поликлиники полностью обеспечен вакциной, которая в целях профилактики должна быть введена маленьким пациентам. Процедура, конечно, не из приятных, однако хорошая иммунизированная прослойка поможет избежать в обществе вспышек целого ряда серьезных инфекционных заболеваний. 19 августа, в понедельник, то, чего нам не хватало, мы получили все в полном объеме, за исключением эпидпаратита, к сожалению. Но самые проблемные участки профилактической работы в настоящее время заполнены. Это отсутствие орального полиомиелита и БЦЖМ, так называемой. Поскольку последние месяцы груднички наши шли непривитые даже из роддома, не просто по медицинским показаниям, а из-за отсутствия вакцины. Мы уже набрали первую группу, и первую группу вакцинации провели вот в этот понедельник. И в дальнейшем, в плановом порядке, мы этот пробел работы заполним. Сегодня, в День здорового ребенка, в детской поликлинике настоящий ажиотаж. Перед началом первой четверти ребята проходят медосмотр, делают плановые прививки. Тем более, что в нынешнем учебном году для школьников и дошколят вакцинация от кори обязательно.